Добрый день! Сегодня я вам расскажу о том, как избавиться от неприятного запаха в посудомоечной машине. Причин для возникновения неприятного запаха в посудомоечной машине довольно-таки много. Тем не менее, обнаружить их и убрать их так, чтобы посудомоечная машина приносила радость и комфорт, отнюдь не сложно. Но для этого придется запастись терпением. В первую очередь необходимо понять, от чего возникли эти запахи и во вторую, как от них избавиться. Причина возникновения запаха в большинстве своем органика. Безусловно, есть различные варианты ее проникновения туда, но давайте начнем с самого начала. Первое. Большинство людей уверены в том, что неприятный запах в посудомоечной машине возникает из-за еды. В какой-то мере это так, но в основной своей массе это не соответствует действительности. Дело в том, что если в вашей посудомоечной машине, например, есть функция автоматического открытия дверца, то вы безусловно рады, так как запах из посудомоечной машины после окончания цикломойки уходит и посуда пахнет приятно. Однако причина возникновения запаха – это не неоткрывающаяся дверца посудомоечной машины, а это органика, которая остается там. И если ваша посуда по окончании мойки неприятно пахнет, это означает лишь то, что на посуде остались микробы. И то, что она не пахнет – не факт, что этих микробов там нету, и они абсолютно безопасны для вас. Поэтому открывание дверцы – это не панацея, это просто скрывает реальные проблемы. Если в вашей посудомоечной машине запах и только открывание дверцы позволяет избавиться от него, это означает, что первопричина не уничтожена, и в ваш организм попадают не самые приятные бактерии, которые, само собой, влияют на ваше состояние и снижают ваш иммунитет. Итак, первая главная причина посудомоечной машины, самая сложная для уничтожения – это, безусловно, сама вода. Если вы возьмете новую воду из-под крана, попьете ее, прокипятите ее, помойте руки, то ничего не останется от каких-либо запахов бактерий, вода будет казаться свежей. Однако, если вы нальете эту воду в бутылку, закроете ее, то через некоторое время вода может приобрести крайне неприятный запах, цвет, и внутри может появляться бактерии и плесень, которые видно. Даже различные зеленые водоросли могут появляться в городских квартирах. Причина заключается именно в органике – то, что городские системы водоочистки не справляются с удалением. Особенно это касается летнего периода, когда начинается цветение. Говоря о дачах, говоря о загородных домах, где своя система водоснабжения, к сожалению, это возникает гораздо чаще, чем в городских квартирах. Таким образом, вода, насыщенная органикой, попадает в бак посудомоечной машины. Для тех, кто не знает, как это работает, расскажу. В посудомоечной машине, в отличие от стиральной машины, всегда находится вода. В правой стенке прибора располагается система залива воды, так называемый бак. Внутрь бака попадает вода из-под крана и находится там постоянно. Поэтому, если вы уезжаете с дачи, если у вас нет несколько недель и даже вы не моете посуду несколько дней, вода, находящаяся там, начинает портиться. Она находится в так называемой анаэробной среде, то есть внутри воздуха нет. И как результат начинают размножаться бактерии, в том числе те, которые вызывают бутулизм. К счастью, пока еще случаев, чтобы кто-то заболел бутулизмом от посудомоечной машины нет, но ничего полезного от этих бактерий, само собой, тоже нет. Итак, если вы откроете вашу стенку посудомоечной машины, если у вас отдельно стоящая посудомоечная машина, это немножко сложнее. Если у вас встраиваемая машина, все немножко проще. Вы выдвигаете машину вперед, снимаете ее боковую стенку, если смотрите на машину лицом к двери с левой стороны, и обнаруживаете, что система залива воды в вашей посудомоечной машине совсем не такая, как была. Это не практически прозрачный пластиковый бак. Это что-то, нечто покрытое черной, либо зеленой, либо какой-то розоватой плесенью, в зависимости от того, что находится в вашей воде. Именно здесь скапливается вся гадость, вся дрянь, которая находится в воде. Вода находится там, вода начинает свисти. Как бы вы ни чистили вашу посудомоечную машину, какие бы вы адские средства не загружали туда, это не поможет вам ни за что и никогда. При загрузке специальных моющих средств для очистки посудомоечной машины в вашей посудомоечной машине чистится только камера, только внутренняя часть. Промывается сопло, промываются импеллеры, то, что называется кромыслом, но у вас вся грязь, она остается внутри этой камеры, и каждый раз, когда туда поступает вода, эта вода уже отравлена этими находящимися там бактериями, поэтому избавиться от запаха невозможно. Помогает избавиться, как думают люди, только открывание дверцы. Да, запах уходит, но микробы и бактерии на посуде остаются. То есть вы моете посуду грязнейшей водой, и, в общем, лучше ее вообще не мыть, лучше ее салфеточкой протереть. Для того, чтобы очистить бак, существует два основных решения. Это инвазивное и неинвазивное. Инвазивное решение – это разобрать посудомоечную машину, снять бак. Это потребует времени, возможно, потребуется потратить 3-4 часа, снять этот бак, залить туда отраву. В данном случае можно залить хлорированную воду или те средства, которыми обеззараживаете, например, систему канализации уксуса, либо то же самое средство, которое мы обычно используем для промывания посудомоечной машины. Промыть этот бак, залить его водой, оставить его на несколько часов и слить оттуда все, что там находится. Это позволит избавиться от органики, которая находится внутри этого бака, и восстановить его. Надолго для этой системы хватит? Ну, где-то до следующего цветения воды. Возможно, на 3 месяца, возможно, на полгода. Когда возникнет следующее цветение, следующая грязная вода попадет к вам в посудомоечную машину и снова вызовет появление этой плесени внутри прибора, и у вас снова появятся неприятные запахи, и снова машину придется разбирать. Есть решение гораздо менее инвазивное. Само собой, если у вас есть возможность провести биологическую очистку, озонацию воды перед тем, как она попадает в посудомоечную машину, это было бы идеальным решением, но далеко не в каждой квартире такая возможность есть, да и стоимость этого озонатора обычно превышает стоимость любой посудомоечной машины. Так вот, покупаете в магазине обычный фильтр магистральный. Ставите его в разрезе между трубой, идущий от водопровода до вашей посудомоечной машины, и вода проникает вся в посудомойку через этот фильтр. Когда у вас появляются в посудомоечной машине неприятные запахи, вы прикрываете воду. Внутри этого фильтра, этого бака магистрального, вы загружаете хлорку, либо то же самое средство для чистки посудомоечной машины, включаете машину и подаете туда воду. Вода заполняет посудомоечную машину, вы выключаете прибор, просто останавливаете ее в момент залива воды, час как минимум, а то и на 2-3 часа, в зависимости от того, как часто вы проводите очистку, вы оставляете посудомоечную машину без движения. После чего вы включаете посудомоечную машину, сливаете воду, промываете ее дважды, и ваша камера залива воды, камера дозировки, как ее иногда называют, полностью очищена. Таким образом, ваша посудомоечная машина будет всегда чистая, достаточно только раз в 3-5 месяцев проводить данную процедуру. Она абсолютно неинвазивна, разбирать посудомоечную машину и доставать ее при этом из мебели вам, в принципе, не придется. Таким образом, вы избавите свою посудомоечную машину от запаха и органики, которая появляется там и начинает разрастаться. Вторая причина появления неприятного запаха – это, безусловно, система фильтрации. Дело в том, что очень часто, когда посуды ставятся в посудомоечную машину с остатками пищи, не путайте, пожалуйста, помытая посуда, ополосканная, либо с остатками пищи, то в этом случае остатки пищи оказываются в фильтре. Если вы не будете чистить фильтр, а фильтр рекомендуется чистить постоянно, то есть каждый раз, если вы ставите сюда посуду, после окончания цикла вы вытащили посуду, вытащили, посмотрели фильтр, поставили его назад. Это занимает буквально 15 секунд, гораздо меньше, чем перемыть всю посуду руками. Вытряхиваете фильтр и убираете оттуда крупные и мелкие остатки пищи. Этого вполне достаточно, чтобы запаха не было. Если же этот запах у вас там появляется, значит, у вас есть микробы. Вся вода, которая циркулирует, в том числе на финальных этапах ополаскивания, постоянно проходит сквозь пищу, которая начала гнить еще неделю, две или три назад, в зависимости от того, как часто вы очищаете вашу посудомоечную машину. И опять же, микробы и бактерии будут оставаться на вашей посуде. Ничего полезного для вашего организма в этом нет. Поэтому обязательно после того, как посудомоечная машина помыла вашу посуду, вытаскиваете фильтр и промываете его. Повторюсь, это занимает буквально несколько секунд. Если это делать не раз в полгода, это займет буквально секунд 15. И дальше ваша посудомоечная машина будет дарить вам свежую, чистую посуду без неприятных запахов. Третья причина возникновения неприятных запахов – это неправильное подключение слива. В большинстве случаев слив подключается как попало. Его подключают в тот же самый сифон, который находится рядом с кухонной мойкой. И дальше начинается самое интересное. В сифоне, в отличие от ванны, где довольно редко происходит подобное, в сифоне под мойкой на кухне очень часто накапливаются остатки пищи. Вы что-то помыли, что-то почистили, что-то порезали, оно попало туда. И вместо того, чтобы быстро сливаться в канализацию, грязная вода и остатки пищи совершенно спокойно забивают и остаются в сифоне. Поэтому, когда ваша посудомоечная машина пытается сливать воду, то в этом случае у нее возникает значительное сопротивление, то есть что-то мешает этой воде сливаться. И в этот же момент, например, если у вас открыт кран, то грязная вода и грязные запахи по той же самой трубе, если у вас нет гидрозатвора, либо он срывается, этот гидрозатвор, из-за забивания его мусором, у вас назад идут все запахи. Весь мусор, который находится в вашем сифоне, совершенно спокойно гниет, и эти запахи отправляют в посудомоечную машину. Чистить и мыть посудомоечную машину в этом случае абсолютно бесполезно, потому что запахи туда проникают каждый раз, когда посудомоечная машина включает функцию слива. То есть на самом финальном ополаскивании у вас остается вонючая грязная посуда. Микробы передаются не только кусочками, микробы передаются и запахами, поэтому если вы что-то чувствуете, значит эти микробы находятся и в воздухе в том числе, и соответственно тоже попадают на вашу посуду. Поэтому если первый и второй вариант можно исключить, то три эти можно совершенно спокойно проверить. Во-первых, создайте хороший гидрозатвор. Поднимите сливной шланг до максимальной высоты, насколько это можно, до высоты посудомоечной машины, чтобы вода из посудомоечной машины сначала поднималась фактически до столешницы, а потом уже сливалась вниз к сифону. Это обеспечит вам значительную безопасность, и пока из вашей раковины вода, извините, вверх не попрет, и она не заполнится до отказа и не начнет топить вашу квартиру, внутрь вашей посудомоечной машины грязная вода поступать не будет. Это обеспечит вам абсолютную безопасность от запахов, идущих из канализационной системы. Таким образом, три источника запаха мы уже с вами устранили, но есть еще один, самый сложный и практически нерешаемый, и о нем мы сейчас с вами поговорим отдельно. Дело в том, что в посудомоечной машине есть еще система, ионообменна. Обычно ионообменник располагается в левой части дна посудомоечной машины и закрывает с крышкой доступ к емкости для соли, через которую, собственно, проходит вода в ионообменник для восстановления. Если крышка закрыта плохо, хотя бы один раз, и туда попала, а многие вообще забывают ее закрывать, я очень часто сталкиваюсь с тем, что с вопросом, а вот мы забыли закрыть крышку в посудомойке на дне, что теперь будет? Не знаю, что теперь будет, каждый раз будет по-разному, но для себя должно быть понимание. Если внутрь попадают остатки пищи, даже самые маленькие кусочки, не куриная кость, да, просто кусочек хлеба какой-то, рисинка, то находясь вот в этой среде, замкнутой, в абсолютно чистой воде, где работает кальций, магний, который, по сути, является, не знаю, невитаминным комплексом, рассадником для бактерий, в этом месте начинают расти бактерии. И если у вас бактерии распространяются в волнообменнике, а именно после емкости для соли вода попадает в волнообменную смолу, в леватит, то там возникает просто-напросто цветение, плесневение и гниение, и избавиться от этого уже практически невозможно. Поэтому если у вас запах появился именно там, в волнообменнике, то в этом случае посудомоечная машина требует значительного ремонта. Вам придется вскрыть посудомоечную машину, лучше всего вызвать мастера, но тем не менее разобрать прибор, вытащить оттуда ионнообменник, заменить его. Есть умельцы, которые могут заменить только ионнообменную смолу, кто-то меняет целиком, и после этого уже в следующий раз думать, чтобы этого больше не произошло, не допускать того, чтобы крышка была открыта. Но есть и решение малой кровью. Совсем не обязательно ремонтировать прибор. Достаточно просто отказаться от использования соли. Если у вас не очень жесткая вода, то ставьте жесткость на минимальное значение, если у вас есть ноль, то лучше всего на ноль, и запускайте прибор вместе с таблетками. Таблетки не попадают в ионнообменник, таблетки не попадают в емкость для соли. Задача состава таблеток заключается в том, чтобы не допустить выпадания в осадок ионы кальция и магния. Таблетки 3 в 1 или все в 1, они не влияют на жесткость воды, они не снижают жесткость воды, они блокируют ионы кальция и магния от выпадания их в осадок. И как результат, если у вас используется таблетка, ионнообменник не задействован, это означает, что даже если он у вас цветет, просто-напросто забудьте о нем и используете посудомоечную машину в обход ионнообменной системы. Понятное дело, что для кого-то это будет неудобно, но это гораздо лучше и дешевле, чем, например, ремонт и замена ионнообменной системы. Итак, мы с вами рассмотрели все существующие причины возникновения запахов посудомоечной машины. Не забывайте ее промывать. Обычные агрессивные моющие средства для промывки посудомоечной машины никто не отменял. Раз в два-три месяца запускаете ее на систему жесткой очистки. Если у вас нет специальных средств, просто на пустую, без ничего, столько с химическим средством включаете ее на максимальную температуру, на максимально длинный цикл, без использования и без загрузки туда посуды. Ну и само собой следите, если в вашей посудомоечной машине появились запахи, для этого есть причины, и эти причины нужно уничтожить. Если вы не будете от них избавляться и будете терпеть запахи, само собой это будет значительным образом влиять на ваше здоровье и снижать ваш иммунитет. Если вам требуется помощь в подборе бытовой техники, пожалуйста, обращайтесь. В описании этого видео ссылка на мой сайт, где можно заполнить анкету и получить всю исчерпывающую информацию о приборах, которые подойдут именно для вас. Всем огромное спасибо, до будущих встреч, до свидания.